Уже больше месяца у жителей поселка Красное на то, чтобы добраться до окружной столицы, уходит по 2-3 часа, а то и больше. Как оказалось, дело здесь не только в постоянных метелях. Почему на дороге в Красное не производится качественная уборка снега? Расскажет Александр Литков. Задача дорожных служб – обеспечивать качественный и безопасный проезд из пункта А в пункт Б. Из года в год содержанием дороги на Ренмар-Красное занимается Наренмар-Дорремстрой. Однако уже два месяца дорожники не могут выпускать всю технику для расчистки от снега данного участка дороги. Эта дорога многострадальная. Она вообще проезжая хорошо. Мы, может быть, готовы организовать в особо критических случаях, скажем, караван машин. Собрались, шнекоротор впереди встал, провел туда, провел обратно. Это большое но. Если мы сейчас сначала запретили волокуши, теперь запретили то, чем у нас есть разрешение на волокуши, но нет транспорта, которым их можно теперь перемещать. В следующий раз грейдер запретят, потому что он тоже негабаритный. Шнекоротор. Ну, я не знаю. Граждане, конечно же, скажут, что это мы во всем виноваты. Как оказалось, недопонимание между предприятием и госавтоинспекцией возникло еще в конце декабря прошлого года, когда произошло ДТП с участием грейдера. В свою очередь руководство предприятия уверяет, все нормы были соблюдены. Но девушка-водитель не заметила гитару и наехала на нее, а после стала жаловаться на дорожников во все инстанции. Активно штрафы начались с нас взимать, начиная с февраля месяца. Тогда мы проблему начали решать. Решали ее, значит, выдача разрешения на перевозку негабаритного груза. Тогда претензии были к волокушам-гладилкам. Сейчас претензии привляются к отвалам дорожной техники. Специальное разрешение выдается профильным департаментом в соответствии с федеральным законом номер 257 об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на крупногабаритные транспортные средства. Выдается оно на 10 поездок, после чего нужно оформлять новое. После этого, естественно, мы прекратили все такого рода деятельность до выяснения. В итоге, в конечном, после долгих совещаний, принято было решение, против которого я был, если честно, получить все-таки эти разрешения. Пускай это будет как-то криво, лишь бы получить. И в дальнейшем ГИБДД нам не будет препятствовать. Но как только мы их получили, получились новые требования. Теперь у них нож не такой. Отправили без ножа трактор. Трактор не такой. Ну, я не знаю, как к этому относиться. И все-таки нужно отдать должное дорожным рабочим, которые, несмотря на постоянные метели и порой нулевую видимость, выезжают на расчистку дороги, обеспечивая хоть какой-то проезд, при этом попутно доставая из сугробов застрявшие автомобили. Сейчас Наринмар Дориемстрой работает на участке в две смены, а в ближайшие дни планируют пересмотреть график работы снегоуборочной техники. А пока проехать по дороге не могут даже многотонные КАМАЗы. Александра Литкова, Антон Выдряков, Телеканал «Север».